Сейчас я вам расскажу, что будет в новой серии сериала Стамбульская невеста. Не забудьте поставить лайк нашему видео. Партнерство, над которым работали Фарук и его босс, сбывается. Он приглашает Фикрета и его жен на обед. Моральный дух Фарука очень хороший. Сюрея же думает о том, что сказал ей муж в предыдущем эпизоде. Он идет на собеседование. Она не может ничего сказать, не поговорив с мужем. Фарук соглашается, хотя на самом деле ему этого не хочется. Адам в депрессии. Он даже не выходит из спальни. Он привлекает тетю Ульфет, которая его ищет. Той ночью Юльфет был спущен на воду в Бурсе. Он поручает это задание Гунешу. Девушка снова встречает Адама на вечеринке, которую посещает неохотно. Когда она узнает фамилию Адама, она понимает, кто он. На вечеринке Адам вмешивается, когда женщина беспокоит Гунеш. Поскольку на выходе они выехали одновременно, они снова встречаются в зоне ожидания машины и смотрят друг на друга. Госпожа Эсма идет поговорить с молодым человеком, который раньше у них работал, о сделке с землей. Но когда мужчина спрашивает, чем занимаются ваши дети? Пусть они придут и устроятся ко мне на оплачиваемую работу, он злится и уходит. Пока Эсма сидит в плохом настроении, она не может вынести настояние Гарипа, чтобы мы собрались вечером и пошли в дом мужчины. Дома Эсму ждет неприятный сюрприз. Ульфет пригласила себя на ужин к Гарипу под предлогом того, что хотела у него что-то спросить. Сначала уходит Ульфет, затем Эсма. Гарип постоянно звонит Эсме и пытается ей угодить. Странное утро, они приходят домой, разговаривают с Эсмой и мирятся. Халим договаривается с Фикретом о чем-то в тот же вечер. Пока Фикрет тайно входит в дом, пароль которого он знает и что-то ищет, Сурея, Фарук и Ипек идут ужинать. Фикрета поймали, когда он собирался выйти из дома. Его спрашивают о Халиме, но он не отвечает. Они ударили его по голове и нокаутировали. Когда через некоторое время он приходит в сознание, ему удается ускользнуть от мужчин и сбежать. За ужином они говорят о создании организационной компании. Осман готовит рыбу для Дилары, чтобы она могла поесть. Он водит ее с собой целый день. Он беспокоится о ней, когда у нее вечернее недомогание и рвота. Он читает книгу, чтобы помочь себе заснуть. Сурея идет к Ульфету с подарком, потому что она помогла ему найти работу. Узнаем, что в доме Ульфета есть закрытая комната. Когда Фикрет приходит домой поздно и растрепанный, он рассказывает жене то, что услышал. Пока Фикрет всю ночь ищет улики в альбоме, Ипек утром сразу же звонит матери. Он решает сам пройти тест ДНК. Он входит в комнату Фарука и берет прядь волос. Поскольку связь Ульфета с Адемом началась гораздо раньше, я, честно говоря, жду воспоминаний о том, что мы видели в прошлом сезоне. Потому что в этом смысле вопрос не имеет под собой прочного фундамента. Например, мне интересно, какую реакцию получил Адем, когда он сказал Ульфету, что сближается со своими братьями и сестрами. Когда Ульфет услышала о возможности потерять своего союзника, не запаниковала ли она когда-нибудь из-за того, что ее 40 лет усилий, обиды и амбиции окажутся напрасными. Еще вопрос, сообщил ли Адем Ульфету, нанимая Гарипа своим адвокатом. Если да, то как он отреагировал на новую встречу Ульфета Гарипа и Эсме, пусть даже таким образом. Что чувствовали дочь Гарипа и сын Эсма, когда собирались пожениться? Если хотите, я могу еще больше увеличить эти вопросы. Потому что именно это происходит, когда проблема остается в воздухе. Еще одна проблема, которую Ульфету пришлось ждать долгое время, странной. Пока он начал сплетничать о своей близкой подруге Эсме и заставил ее выйти замуж за его сестру, он, вероятно, ждал, когда Гарип женится и разведется со своей молодой женой, потеряет интерес к молодым людям, наберет достаточно денег и т дней, чтобы написать Гарипу. Конечно, он, возможно, не смог бы с ним связаться, потому что в прошлом у него не было много возможностей для общения, но найти его было вполне возможно, по крайней мере, 10 лет назад. Давай, оставим это в стороне, странно, что Адам не пытается общаться и забирать тебя после того, как стал его адвокатом. Может быть, тогда у него был бы шанс, но сейчас он во второй раз ведет проигрышную битву. Теперь уже слишком поздно. Пока Фарук Баран проводил презентацию на своей работе, его арестовала вошедшая полиция. Поскольку Фекрет ранее совершал набег на особняк Адема, Адам показал, что если со мной что-нибудь случится, ответственность за это несут бараны. Когда Фарук, которого он на глазах у всех спровоцировал, избивает его, его заявление принимают за групповое преступление. Гарип приходит немедленно, но у Фарука неутолимый гнев. Он очень сильно ругает Сурею, которая пришла сюда, чтобы поддержать себя. Девушка очень расстраивается и уходит. Когда Дилара, находящаяся рядом с Османом, узнает о случившемся, она немедленно идет к Адаму и просит его забрать ее жалобу обратно. Осман, ожидающий девушку у дверей старинного особняка Баран, помнит воспоминания. Пообещав поговорить и выслушать Дилару, она не дает Адаму отозвать свою жалобу и тем самым не дать делу дойти до прокуратуры. Таким образом, Фарук освобожден. Сурея ведет себя сдержанно и отстраненно по отношению к своему мужу. Фарук идет на работу и убеждает своего нового начальника, что если он продолжит работать, то на собрание соберет партнерский бизнес. Акиф находит работу ищущему работу Фикрету у себя на рабочем месте, но тот не соглашается быть обычным маркетологом. В этот момент Халим звонит Акифу, поскольку Акиф его видит. Как обычно, Фикрет злится на всех и на себя, поэтому не отвечает на звонки матери. Он узнает о ситуации только тогда, когда приходит домой и снова сожалеет о содеянном и злится на всех. Дилара разговаривает с Адемом возле полицейского участка. Она говорит, что сделала аборт, чтобы избавиться от Адама. Адам становится очень грустным и обиженным на жизнь. Он идет к своему психологу, которого давно не видел, и объясняет, что произошло. Женщина говорит, если ты не изменишься, мир тоже не изменится. Сурея, несчастная из-за того, что ее никому недостаточно, что ее не могут любить и что она не может быть самой собой, беспокоится, что не сможет воспитать свою дочь так, как она хочет, запирается в своей комнате и разговаривает с ее мертвой мать. Ипек также жалуется, что о ней никто не заботится. Ведь только настоящий баранлар не обанкротился. Невеста затонула в баранах, их жизнь также перевернулась с ног на голову. Дилара мечется между правдой, которую она сказала Адаму, и тем, чтобы не причинить вреда своему ребенку. На этом наше видео «Стамбульская невеста» закончилось. Не забудьте подписаться на мой канал. Увидимся в следующих видео. Пока.